Основное историографическое издание нашего университета – газета «Пульс». По сути дела, когда мы сейчас готовили все материалы, монографии «125 лет», «По кафедрам» и так далее, я читаю ее и прям вижу, как эти статьи из «Пульса» туда выхватываются и вставляются. Поэтому, конечно, мы и отразим это в газете «Пульс» и будем знать точно, что это будет навсегда в истории университета, и каждый там 150 лет, 200, все равно будут повторяться и рассказывать, что в этом году были вот эти события. Поэтому, но с другой стороны, хочу сказать, что, конечно, эта лаборатория очередная ласточка в развитии целого направления в нашем университете, который вы создаете, которая появилась в университете благодаря своевременному прозорливому учитью Владимира Андреевича Алмазова и Бориса Владимировича Афанасова. Так сказать, Владимир Андреевич нацелил Бориса Владимировича, а Борис Владимирович отдал этому жизнь. И благодаря этому появилось вот такое прекрасное создание, как институт научно-исследовательской детской онкологии, трансплантологии, имени Раисы Максима Горбачевой. Появился этот замечательный коллектив. Я вам очень благодарен, сегодня об этом тоже говорили, вот с Аркадием Зиновичем, с локтором, кстати, о том, что как внезапно не стало Бориса Владимировича, и какое это было испытание для коллектива, для университета. Я вам очень благодарен, что коллектив института сплотился, правильно построил все, правильно. И внутри отношения, и продолжат традиции, сборы конференций, насыщение их всем необходимым. Александр Ильич, спасибо вам, Горбачевне, за это. Я убежден, что это одно из важнейших направлений в нашем университете. На ближайшие годы, на десятилетия точно основном. Поэтому спасибо. Спасибо большое. Секрет, дорогие коллеги, я очень коротко. Я хочу выразить искренне благодарность персональному, и всей администрации, и всей команде, которая работает за вот эту помощь, понимание, принятие нас, вот с этим посылом, с этим универсом. Считаю, что, конечно, ваша помощь здесь – это ключевой момент, и мы надеемся, что эта лаборатория, она будет определять развитие не только нашего института, а в целом в университете намного-намного лет вперед. И я вспоминал, что 50 уже с лишним лет назад лабораторию, которую Борис Владимирович и Людмила Степановна начинали работать вместе. И Владимир Викторович знает эту историю. Лаборатория первая в Советском Союзе лаборатория изучения. Генбайер, культуральная. Вот не было бы этой лаборатории, может быть, и не было бы программ трансплантации, и все такое может быть. Поэтому нам кажется, что сейчас мы на пороге перехода в новые качества трансплантационной технологии, и это первый такой шаг очень важный, который мы сделали. Ну, а все остальное, конечно, коллектива, которым мы всячески будем помогать. Спасибо большое. Спасибо. Каждый день, практически, приходят бумаги из Министерства науки и образования, также из Министерства здравоохранения. В основном ставятся задачи и требуют стильные предложения как раз в области генной и клеточной травмы. Поэтому это направление чрезвычайно важно. И я думаю, что вы все прекрасно отдаете отчет в том, что речь идет не только об институте, не только лаборатории, а в целом о нашем университете, который стоит на передовых позициях. И от того, как вы будете дальше двигаться вперед, конечно, очень многое зависит. Я хочу вам пожелать успеха и держать курс в том же темпе, который вы выбрали. Поздравляю всех. Спасибо. Спасибо. Спасибо.